Всем привет! Мы на Мальдивах в отеле Дигали. Отель был построен сравнительно недавно, в 2017 году. Он очень современный, приятный, с хорошим побережьем и со своей суперской визитной карточкой вот этим прекрасным баром на песчаной косе. Ресепшн отеля. Вот такой прекрасный прудик с рыбками и вид на въезд в отель. По карте острова видно схему расположения номеров. Мы живем в самой верхней части. Размещение у нас в пляжной вилле. Ее площадь 115 квадратных метров и также есть свой выход на пляж. Ну вот и наш номер. Большая кровать. Тут у нас просторный шкафчик. Есть даже зонтики и халаты. Фонарик. Спасательные жилеты. Мини-бар. Вода входит в концепцию. И также все, что в холодильнике, тоже включено. Тут есть снеки, вино и прохладительные напитки. Набор для чая кофе. Ванная комната просто потрясающая и огромная. Вот так это выглядит. Здесь есть и душевая и тропический душ под открытым воздухом. И туалетик. Досмотрим теперь нашу террасу. По заезду отель делает комплимент гостям. Тут конфеты, ручная работа, сладости и бутылка игристого. Все как мы любим. И вот такая зона отдыха. Наши лежаки. И свой кусочек пляжа. Пляж в отеле просто бомба. Чуть позже мы его испытаем. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал и ставить лайк. Нам это очень важно для развития канала. Также пишите, как вам отель в комментариях. И помните, что туры в любой отель мы можем вам посчитать. Основной бар отель. Он входит в концепцию. Все включено. Есть свеженькие кокосы за дополнительную плату. Вот такая приятная зона релакса. С видом на основной бассейн. У отеля есть интересные лежачки открытые. Бассейн напоминает инфинити. Есть детская зона. Очень красиво. Все в пальмах, зелено. И видим как раз основной пляж отеля. Основной пляж отеля Тигали. Есть волнорез. На нем вон чайка сидит вдалеке. И за волнорезом уже люди снорклят. Писочек тут идеальный, мелкий, очень пологий заход. И есть немного глубины. Еще один важный момент. На пляже есть сервис к лежакам. На столиках сделана кнопочка вызова официанта. И они приносят напитки, помогают гостям комфортно отдыхать. Рипс здесь расположен вокруг всего острова. И около двух часов можно плыть с маской безостановочно, смотря за рыбками. Говорят, что есть черепахи, но мы их пока не видели. Есть маленькие акулки. Надеюсь, их удастся снять. Про питание в отеле будет отдельный обзор, ссылку на который мы прикрепим в описании под данным видео. Протяженность острова около километра в длину и 200 метров в ширину. Дорожки все песчаные. Курсируют багги, но он ходит хаотично. Его можно и не дождаться. Поэтому идем пешком. На крайнем конце острова есть бар, который очень классно работает на закате. Там самый красивый вид и самая красивая локация. Очень интересная фишка отеля. Здесь есть джунглевая тропа на 15 минут пешком. Можно гулять по джунглям. В отеле есть очень атмосферный бар. Такое волшебное место. На верху тоже есть место, где можно посидеть. Отель работает полностью по питанию all-inclusive, поэтому думать здесь ни о чем не нужно. Выбирай все принесут официанты. Вечером на этой косе играют диджеи различные, иногда живая музыка. И официанты разносят напитки гостям, которые отдыхают на подушках. Самое красивое и фотографируемое место в отеле. Днем здесь также безумно красиво. Вода прямо-таки лазурная, идеальное побережье и море здесь более открытое, то есть меньшее количество волнорезов, соответственно, периодически бывает волна. Здесь очень классные можно провести и фотосессии и также по вечерам здесь сервируются романтические ужины для пар. А теперь к вечерним развлечениям. Раз в неделю отель организует пул-пати, работает плавучий бар. Очень весело и зажигательно, так что в Дигале на Мальдивах можно и немного потусить. Хотя ночные номера были достаточно близко к основному бассейну, слышимости нет, так что всем комфортно. Номер Делакс Бич Бангала. Такие просторные прекрасные номера, также с просторной террасой и выходом на пляж, тоже ванная комната. Ванная комната чуть более закрыта. И тропический душ здесь идет за заграждением. Ванны в этих номерах уже нет. Ставят косметику. И сейчас мы смотрим последнюю категорию номеров, это водные виллы. Размещение на воде, на мой взгляд, все-таки на любителя. Поживя и с берегом, и с воды, я пришла к выводу, что мне, конечно же, больше нравится именно жить в прибрежных домах. Потому что есть очень приятный спуск в воду, есть песочек, то что надо. Но многие предпочитают именно водные виллы. Красота. На террасе номер инфинити бассейн, здесь можно с комфортом проводить время, наблюдая за морем. И, конечно же, спуск в воду, риф здесь очень близко подходит к берегу. Песторничка. И здесь ванная комната. Отель организовал нам тур на лодке за дельфинами. Очень приятная морская прогулка. А вот и дельфинчики приплыли. Дельфины нам попались нелюдимые, близко они не подплывали. Детская игровая комната. Она же мини-клуб. В мини-клубе достаточно прохладно. Hello! Есть разные игровые зоны. Мягкий пол. И просторная детская площадка. Городок полазит. Песочница. Но пускай здесь в избытке. Вторая часть игровая зона. Мини-клуб работает от детей с 4 до 12 лет. Есть кухонный уголок для деток любящих готовить. И небольшой тренажерный зал. Также есть в отеле. Пользоваться им можно от 16 лет. Мини-клуб. Мини-клуб. Мини-клуб.